МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Хибины очень популярны как горнолыжный курорт. И не только. Горы хранят немало тайн, и каждый год манят любителей туризма. Кого-то привлекает романтика. Это горные реки, скальные обвалы, огромные камни и фантастические пейзажи. А кто-то бежит за историей. Здравствуйте, с вами Мария Савохина. И в гостях в студии Народного телевидения Хибины Евгений Владимиров. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Маша. Евгений, вы краевед-любитель, правильно? Краевед-историк, но любитель. И вы пришли к нам в студию сегодня не с пустыми руками. Скажите, пожалуйста, что вы нам принесли? Значит, действительно, я пришел не с пустыми руками. Это обломки нескольких самолетов. Недавно мы провели, скажем так, любительскую, опять же, экспедицию. То есть, и подтвердили все слухи, найдя, собственно, эти самолеты. То есть, вот это у меня в руке обломки первого самолета, который потерпел здесь крушение, катастрофу. То есть, он не был сбит, он именно в скалах заблудился, при плохой видимости рухнул. И, соответственно, очень большую территорию. Были разбросаны обломки. Здесь даже все целое. Да, ну, вообще, в целом, это авиационный алюминий, ну, или сплав алюминиевый. То есть, он, по сути, сохранился. Собственно, шли мы искать один самолет, а нашли, как я уже сказал, три. То есть, вот эта деталь от советского самолета Як-28, который в 1974 году также разбился. То есть, здесь уже можно обратить внимание, она повесомее. Он тяжелый, да. Да, уже использованы некие другие технологии. Ну, и, соответственно, видно по качеству, по весу, опять же, что немножко это... Это деталь корпуса, правильно я понимаю? Да, все верно. Все здесь, это детали корпуса, так как остальное при пожаре, при взрыве все утратило, скажем, себя. И на обратном пути совершенно случайно мы наткнулись на третий самолет. Также в этом же месте потерпел крушение. И от него, соответственно, тоже взяли кусочек, скажем так. Ну, он сильнее помят, да, чем остальные? Да, да. А с чем это связано? Это хуже качество металла? Это просто другой элемент корпуса, который, да, может быть, чуть поменьше сплав. И, соответственно, больше деформировался при ударе. Это сколько лет они пролежали у нас в Хибинах? Ну, учитывая то, что вот этот самолет самый первый, как я сказал, производился с 35-х годов, то есть мы, конечно, записали все данные о нем, я попробую выяснить, но это примерно 80 лет самый большой. Вот так вот можно прям прикоснуться к нашей истории, скажем так. Я правильно понимаю, что эти самолеты времен Великой Отечественной? Да, все верно. Скажите, а это ваши открытия или до вас эти самолеты находили, о них было известно? Это не наши открытия, нашли их в 96-м году, соответственно, нашли останки пилотов, да, ну, экипажик кто там был, там они недалеко захоронены. Но это, знаете, вот с детства, то есть кто-то говорил, да, они есть, кто-то мне говорил, да нет, там ничего, даже не думай. И, собственно, вот недавно мы решили собрать поход, экспедицию, найти и, соответственно, показать на видео, во-первых, а во-вторых, вот принести их для начала сюда на студию, к вам показать, и я планирую их сдать в наш музей на выставочный центр, потому что, ну, чтобы уже поставить окончательную точку о том, что они действительно были, и вот они, собственно, как экспозицию, в экспозицию их включить. Евгений, давайте сейчас посмотрим небольшой кусочек видео, как раз вот из этой экспедиции, где вы обнаружили эти самолеты. Телестанки, там вот тоже части из нержавейки, что ли, такие вот лопатки здесь. Непонятно, просто... Ого! Слышу, его даже не поднять! Просто не знаю, сколько он весит. Евгений, а как долго вы добирались до этого места? Ну, достаточно долго, то есть мы вышли примерно в районе 10 утра, и к обломкам мы, конкретно вот к этому самолету, да, который мы искали, мы подобрались где-то часам к 8 вечера. И я не советую, опять же, неподготовленным туда ходить, потому что там есть такие места, где ты поднялся и понимаешь, что спуститься не можешь, где-то ты спустился и понимаешь, что уже подняться не можешь. Ну, на самом деле, довольно-таки опасно и по времени очень продолжительно. Ну, порядка, ну, да, 10-9 часов. Вы сказали о специальной подготовке, она у вас есть? Ну, какая-то минимальная есть, то есть я не один год занимаюсь подобными походами, экспедициями, скажем так, и она в каких-то местах уже сама собой выработалась, да, это раз. Во-вторых, ну, если мы куда-то идем, мы, естественно, изучаем маршрут, если в какие-то места, возможно, спрашиваем очевидцев, кто там уже был. Естественно, я сообщаю всегда в МЧС о составе группы, о времени прибытия, ну, и о безопасности. То есть если это какая-то заброшенная шахта, да, естественно, это каски, обувь, фонари, перчатки какая-то, ну, там, жилетки какие-то, ну, более, чтобы если не цепляться, нигде не царапаться. Ну, то есть, ну, и, соответственно, держать себя в форме так или иначе приходится, так как походы длинные. Самый долгий поход ваш? Вот это, наверное, и был, это один из самых долгих походов. То есть, по сути, нашли обломки, да, ничего глобального не нашли, но на самом деле удовольствие получили вот, оно стоило того, скажем так. А не встречали каких-нибудь диких животных во время путешествий? Мы, да, встречали не один раз, ну, либо иногда мы встречаем какие-то следы, ну, в частности, медведи часто, и вот, может быть, в том или позатом году, не помню точно, прям, ну, даже у нас есть где-то на видео кусочек, мы прям вот в двух метрах, маленький медвежонок проходил. Ну, благо мы там были на машине, то есть, мы как-то, то есть, встретить его так, не знаю, как бы я себя повел, честно говоря. Я правильно понимаю, вы не всегда путешествуете пешком, иногда добираетесь к месту на автотранспорте? Да, у нас, скажем так, есть, ну, не у меня, а в нашей команде, да, небольшой автопарк, и даже в какие-то места мы ездим на грузовике. У нас и ЗИЛ 157-й. Вот. Давайте посмотрим, как это происходит. Евгений, а вообще, как вы к этому пришли, почему начали заниматься краеведением? Один раз за городом я обнаружил бывшую фабрику, от которой, в принципе, ничего не осталось, осталась на фасаде только табличка с годом, 35-й год. Мне стало интересно, что это за фабрика, потому что, опять же, слухи были разные, ну, и самый верный способ был обратиться в архив, где уже поднимая фонды, изучая документы, то есть, я конкретно уже ознакомился и в дальнейшем уже снял видео. Я, кстати, взял с собой небольшие документы, то есть, можете ознакомиться, например, журнал, который издавался в Нью-Йорке российским обществом. Обогатительная фабрика для хибинских апатитов? Да. Это Нью-Йорк? Нью-Йорк, 31-й год, все верно. И в этом журнале была статья про нашу первую обогатительную фабрику. Она уже переведена, да, здесь? Она издавалась на русском языке. Издавалась на русском. Для русского общества журнала. Ну, можно обратить внимание, да, вот реклама, типичная такая, американская, но по-русски. То есть, и различные такие вот моменты любопытные о нашем городе, о истории нашего города. Например, еще вот документ, список лиц, которые были приглашены на первый юбилей города. И в самом начале там можно видеть, насколько высокопоставленные лица здесь были. Я, например, опять же, этого не знал. И вот архивные поиски вот мне позволяют делиться самому, во-первых, узнавать что-то новое, ну и делиться, соответственно, с людьми, с горожанами, чтобы они тоже могли как-то более детально прикоснуться к истории нашего края. Я попрошу покрупнее показать вот этот документ. Действительно, Нью-Йорк, март 1931 год. Статья про наше месторождение «Обогатительная фабрика для хибинских апатитов». Здорово. Спасибо большое за такие открытия. Евгений, скажите, ну у вас образование как-то связано с историей? Да, действительно, я учился на историческом, но, как и многие, наверное, молодые люди, когда заканчивали школу и поступали, они не планировали заниматься тем, на что учатся, скажем так. Когда это пришло потом? Вот, когда я обнаружил эту недостроенную фабрику. Все мои навыки архивной работы, архивной практики пригодились. Соответственно, вот после этого меня как-то это затянуло и начал более, скажем так, детально этим заниматься, более скрупулезно. А самая неожиданная информация, которую нашли в архиве когда-нибудь, когда-либо? Может быть, фотографии? Фотографии, да, очень много нахожу сейчас фотографий, также их всегда публикую. На самом деле фонд архивной фотографии очень большой. Евгений, я так понимаю, у вас даже есть свой канал в интернете? Да, все правильно, только я там был не с самого начала, канал моего друга, товарища Яковлева Миши. И, скажем так, для разбавочки контента, то есть вот иногда выходят такие вот подобные исторические видео о нашем крае, о нашей области, о нашем полуострове. И у вас, команда, сколько человек, единомышленников? Ну, в основном у нас всегда вот 4-5 человек. Вот так вот иногда варьируется, скажем так. Со мной ходит вот мой друг детства, просто не всегда у него это получается, поэтому я говорю, что 4-5 человек. Ну, вас смотрят, наверняка пишут отзывы. А были ли среди отзывов такие, что, ребят, мы хотим приехать, отведите нас куда-нибудь? Да, такие есть и отзывы. Просто люди, когда, ну, как-то находят в интернете, да, общаемся, да, действительно, людям интересно. То есть не все туристы такие, которые приезжают, там, поднялись на склон, грубо говоря, сделали фоточку в Инстаграм, кому-то хочется прям адреналина. Если это маршрут какой-то легкий, простенький, я могу показать вот так. Если это действительно, ну, без сопровождения туда лучше не ходить, да, я вот лично ввожу людей. Даже недавно, опять же, приезжал из Москвы тоже там один известный видеоблогер, скажем так, и я его прям в заброшенную шахту, вот он не побоялся, прям, прям залез. Самое яркое путешествие? Опять же, вот с этим... Ну, самолеты, а еще? Еще была, недалеко от Полярных Зорий есть поселок Африканда, там старая заброшенная войсковая часть авиационная, и там есть такие вот огромнейшие ангары для самолетов. Но это очень впечатлило, я думаю... Там уже нет, наверное, да, ничего, что связано с... Нет, нет, абсолютно ничего, то есть она полностью заброшена, я узнавал. У Министерства обороны, то есть туда доступ открытый, свободно всем, просто остались какие-то вот именно ангары, то есть ничего там нет абсолютно, никакой техники, именно остались вот эти ангары, ну, они просто... Ну, гараж для самолета, ну, такое вживую видеть, это многого стоит. А вообще перед тем, как куда-то отправиться, да, если вы понимаете, ну, вот это заброшенная военная база, вы отправляете запрос в Министерство обороны, если это какая-то заброшенная шахта, вы тоже куда-то отправляете запрос, можно туда спускаться или нет? Насколько она безопасна, например? Ну, по поводу безопасности это уже решает каждый сам, потому что если она заброшенная, да, соответственно, она стоит, а так, да, если вызывают какие-то сомнения, то есть я стараюсь узнать там у ближайших каких-то предприятий, у администрации города и так далее, то есть можно ли туда пойти, можно ли там снимать, можно ли это выкладывать. То есть все делается, естественно, с разрешения, скажем так, чтобы не возникало никаких нюансов нехороших. А спонсоры уже есть? Ну, я бы сказал не спонсоры, просто есть люди, которые очень поддерживают, да, которые могли там, одни мы из первых видео посмотрели, поняли, что у нас очень плохо со светом в кадре, и вот ребята с Апатита, они просто нам предоставили фонари, просто чтобы наши видео были лучше. Кто-то предоставляет нам просто вот партию сухпайков. В походах это очень важная вещь. Кто-то может также прислать какую-нибудь там хорошую жилетку, опять же, да, чтобы где-то в горах тепло было, чтобы портфель было удобно носить. То есть всегда какая-то, ну, хоть не очень большая, но поддержка есть, очень приятная. И спасибо всем людям, которым наше творчество не безразлично. Какие планы? Куда хотите еще отправиться? Планов достаточно много, на самом деле. Каждый год, когда заканчивается сезон, потому что у нас, возможно, такие походы организовывать только летом, потому что снег, да. И каждый год, я думаю, так, ну все, Кировский-Апатитский район закончен, и каждый год все равно находится что-то новое, поэтому еще на нашей области еще много чего мы не посмотрели. А вообще есть мечта побывать на новой земле и побывать, конечно, на Северном полюсе, отправиться в путешествие на ледоколе. Это возможно все, это реально, но пока что для меня это дорого. Что интересного для вас на новой земле именно? Что хотите посмотреть там? Природу, атмосферу, то есть там тоже очень много, насколько я знаю, старых каких-то войсковых частей. Просто приехать и почувствовать, как вот люди здесь, не то что там один день и два, а как они здесь проводили, можно сказать, целые года. Вот именно вижу я какую-то в этом особенную романтику, не знаю почему, но... Хотите попробовать тоже? Да, да. Почему бы и нет? То есть, в принципе, на год отправиться куда-то на Северный полюс, на Новую землю, да? Легко. Это было прям, это прям вообще было бы в кайфе, я бы сказал. Жень, у вас очень большой опыт путешествия по Кольской земле. А обращаются ли к вам за помощью поисковые отряды? Может быть, вы с ними сотрудничаете по поиску пропавших людей? Слушайте, ни разу такого обращения, к сожалению, не было, но я везде и всегда говорю, что мы к этому открыты. Если кому-то понадобится подобная помощь, там, в чем-то, не знаю, в организации, просто в человеческом ресурсе, в чем-то еще, не знаю, в каких-то данных, мы всегда только за и готовы помочь. Так что, если нас кто-то смотрит, прошу вас, обращайтесь, конечно же. Женя, были ли путешествия, которые... Ну вот вы отправились в путешествие, перед вами стоит цель, но непогода заставила вернуться обратно. Вот в какую стихию вы попадали? Было совсем недавно. Мы ездили в Кавдорский район, поселок бывший Риколатва. Там тоже есть заброшенное производство. Ну, естественно, мы все выяснили, там его можно посетить. Мы потратили на пеший маршрут по снегу очень много времени. И когда подошли к выработке, вот к шахте самой, мы поняли, что там снега просто метра четыре. Ну и просто физически. Мы пытались руками копать, ногами снег пинать, какую-то сделали самодельную лопату, но пришлось поездку отложить на две недели, а потом вернуться. А так вообще, как я уже сказал, да, у нас в связи с погодными условиями, конечно, вот только в летние месяцы удается прям вот совершать подобные вылазки. Вот вернемся к началу нашего разговора. Вот смотрите, вы принесли обломки самолетов, вы их отдадите в музей. А какие еще находки вы забирали с мест экскурсий, скажем так? Ну, скажем так, находки незначительные, да, то есть если куда-то, ну просто элементарно, да, опять же в какую-то шахту заброшенную мы зашли, то есть я могу хотя бы на память здесь, ну просто какой-нибудь винтик, знаете, нашел. Ну просто чтобы он у меня был, что вот у меня такая есть небольшая коллекция таких вот вещей. Такого что-то прям вот грандиозного, к сожалению, видимо, еще все впереди. Ну то есть дома уже целая коллекция винтиков? Ну не то что винтиков, да, каких-то мест, то есть любое место у меня есть от него, скажем, отчет. Кроме видеоотчета у меня есть какой-то материальный отчет, скажем так. Какая-нибудь бирочка, винтик, кусочек чего-то, ну так или иначе, чтобы была какая-то материальная память о тех местах, где я был. Ну и так вообще друзья, когда в гости заходят, пусть это мелочь, но все равно рассказать историю этого предмета, откуда он, как он у меня появился, и очень интересно на самом деле. А подарить не просят? Просят. Посмотреть можно, дарить нельзя. Неожиданные находки. Ну вот этого предмета там быть было не должно, но он там есть. В одной из выработок как-то раз мы нашли пустую бутылку спиртного напитка 46-го года. Забрали? Конечно, конечно. Просто вот она с такой гравировкой, прям видно, что это еще такое прям послевоенное, такой вот прям дизайн, да. Просто было удивительно, откуда она там, если там производство началось в конце 50-х, а тут с 40-х. Видимо, кот в запасе лежал. Спасибо большое, Евгений, историческая романтика, она все-таки манит, и если будут желающие, они знают, где вас искать, да, на вашем канале. Да, конечно. Ну а я с вами прощаюсь, это была Мария Савохина, в гостях в студии Народного телевидения «Хибины» был краевед-любитель Евгений Владимиров. Берегите себя и своих близких. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова